Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем новую рубрику «Субъективные новости. Архитектура, дизайн и путешествия». И в этих выпусках я буду рассказывать о тех новостях, которые привлекли мое внимание и те, которые понравились так или иначе именно мне. Ну и, конечно, я буду давать свои комментарии по этому поводу. Здесь будут и новости, которые, возможно, вы где-то уже видели, и новости, которые обошли стороной наши медийные какие-то ресурсы в России. Надеюсь, будет интересно. Бюро Ингенховен Архитект покрыло 30 тысячами растений для изготовления живых изгородей офисное здание Кобогена, расположенное в Дюссельдорфе. Таким образом, эта живая изгородь простирается почти на 8 километров и, по мнению архитекторов, формирует самый большой зеленый фасад в Европе. Наклонные фасады образуют динамичный вход в площадь Густав-Грюнден-Плац, при этом не перекрывает вид на иконы послевоенного модернизма Драйшайбенхаус и Шаушпильхаус, а за ними парк Хьюфгартен с его магнолиями. Два фасада здания в форме трапеции, обращенной к площади и саду, полностью покрыты изгородями из граба. Это такое растение из семейства березовых, которые, согласно подсчетам, эквивалентны по экологическому эффекту 80-ти взрослым лиственным деревьям. По утверждению архитекторов, подобные изгороди из граба распространены в Дюссельдорфе, они сохраняют листву даже зимой, им не требуется обогрев, они выдерживают сильные ветры, требуют минимального ухода и не подвержены заражению паразитами. Ну, на самом деле, это не первый проект с зелеными фасадами. Мы все можем вспомнить Боско-Вертикали, два здания, которые расположены в Милане. И выглядят они, конечно, очень эффектно. И все съездили к ним во время миланских салонов, когда это можно было, и посмотрели. Но есть некоторые внутренние сложности. Никто не предусмотрел, например, что в таких фасадах заводятся всякие жучки, бабочки, комарики и прочие москиты. И с ними тоже нужно как-то бороться, и они залетают в открытые окна квартир. Здесь, думаю, что в офис тоже будут залетать. Поэтому все это, конечно, очень эффектно, прикольно. И, конечно, это всегда очень здорово выглядит. Но есть определенные сложности с эксплуатацией таких фасадов. Еще один интересный пример интеграции здания с природой – это последний проект Айриша Матеуша, португальского архитектора. Этот дом расположен на берегу озера Акева, это Валентежо, недалеко от местечка Мансараш. Суть заключается проекта в том, что он разворачивается вокруг инвертированного купола. И, соответственно, этот купол объединяет все зоны общественного пользования. Для спален сделаны также колодцы цилиндрической формы, в которые выходят окна, как в патио. Ну и, конечно, это здание максимально интегрировано в ландшафт. То есть, немножко отличается подход. Если в офисном здании мы видели, как зеленку привезли в город, то здесь здание буквально зарыли в землю. Довольно забавный проект. Но, конечно, на мой взгляд, не хватает естественного света. Ну и хотелось бы все-таки видеть не дворы-колодцы из этих спален, а те же самые пейзажи, которые в данном случае видны только из такой своеобразной террасы. Вообще, место довольно интересное. Мы там были и снимали неплохое, мне кажется, видео про Альентежо. И вот та самая винодельная Ишпарау, она находится от этого дома буквально в нескольких километрах. Поэтому будете там, обязательно рекомендую вам его посетить. Но вообще, сама идея дома очень похожа на некогда очень резонансный проект других архитекторов, испанцев, буквально соседей, бюро Эмилио Амбуша. Это дом, который называется Казе Деретиру и Спиритуал. И отличается от творения Айреша Матеуша тем, что там было две стены с балконом. Очень эффектное здание. Ну, тоже сам дом в основном врыт в землю, в холм. И его, в общем, и не видно, кроме этих стен. Сам Айреш Матеуш довольно известный и плодовитый португальский архитектор. Я думаю, что он больше всего прославился своим проектом здания электрической португальской компании EDP, которая расположена в Лиссабоне, прямо на берегу реки Тежу. Мы тоже там были и тоже снимали это здание. Очень интересно, посмотрите. В 2014 году знаменитое датское архитектурное бюро Бьерки Ингельс Групп выиграло конкурс на проектирование пристройки к исторической штаб-квартире часовой компании Одемар Пиге, которая расположена в Швейцарии. Ингельс и его команда спроектировали стеклянный павильон в форме спирали, дополняющий самое старое здание компании, в котором Жюль-Люис Одемар и Эдвард-Агюст Пиге основали свою мастерскую в 1875 году. Кажется, что спиральная конструкция поднимается над землей с остеклением от пола до потолка, через которое открывается замечательный вид на долину в горах Юра. Интегрированное с ландшафтом остекление полностью поддерживает стальную крышу, а латунная сетка проходит по внешней поверхности для регулирования света и температуры. Зеленая крыша также помогает регулировать температуру, поглощая воду. Внутри этажи соответствуют различным уровням естественного ландшафта и обеспечивают основу внутренней планировки музея. Изогнутые коридоры сходятся по часовой стрелке к центру спирали, а затем движутся в обратном направлении. Таким образом, посетители путешествуют как будто по часовому механизму. Мне кажется, очень замечательно, что эта новая пристройка интегрирована в ландшафт и совершенно не спорит и никаким образом не конкурирует с историческими постройками. Ну и вообще, что касается Бьярки Ингельса, очень здорово, что он придумывает такие сюжетные архитектурные идеи, когда люди могут как-то взаимодействовать с архитектурой, а не просто находиться где-то рядом. Ну и сам музей хотелось бы, конечно, в ближайшее время посетить. Открытие в этом году павильона Serpentine Gallery, разработанного южноафриканской архитектурной студией Counterspace, отложено до 2021 года из-за пандемии коронавируса. Структура Counterspace должна была открыться 11 июня 2020 года, отмечая 20-летний юбилей этого проекта. Serpentine Gallery объявила о том, что откладывает открытие до следующего года, но не объявила новые даты. Британский архитектор Давид Аджай, который является советником Serpentine Gallery и помогал выбрать Counterspace, сказал, что острочка была необходима, чтобы предоставить время для производства павильона после открытия Великобритании после карантина. Ну вообще, мне кажется, павильон Serpentine — это очень интересный проект, который действительно уже длится 20 лет, и в строительстве этих павильонов принимали участие величайшие умы, величайшие архитекторы нашей с вами современности. Это и Заха Хадид, и Рэм Колхас, и совместный труд двух португальских лауреатов Притцкерской премии Алвара Сиза и Эдуарда Саута де Мора. И многих других. Кстати говоря, и тот же Берки Ингельс в 2016 году строил павильон Serpentine. Жаль, что в этом году мы его не увидим, но в 2021 году все случится, не пропадет. Японские архитекторы Торафа реконструировали зеленую галерею первого в Японии музея под открытым небом, расположенного в Хаконе. Пространство декорировано сеткой из кедровых бревен, которые люди могут использовать в качестве скамей и столов для перекуса и отдыха. В ответ на политику музея, запрещающую прикасаться к экспонатам, кедровая мебель дает посетителям возможность неосознанно прикоснуться к этому материалу. Решетчатое расположение этих бревен, срубленных на горях Хакона, задает последовательность и однородность вытянутому пространству. Для реконструкции потребовалось превратить второй этаж в дополнительное пространство для отдыха и выставочных экспозиций. Бревна устанавливаются поперёк друг на друга, как мосты. Они используются в качестве скамей и столов, где посетители музея могут есть, пить, отдыхать и расслабляться. На полу уложены специальные маты из резиновой крошки, что позволяет желающим расположиться как на традиционных татами. Ну вообще Хакона это абсолютно замечательное местечко, оно находится совершенно недалеко, буквально в часе езды от Токио, у подножия Фудзиямы. Это такой курорт, можно сказать термальный курорт, там очень много горячих источников, там замечательное красивое озеро. И буквально недалеко от этого музея под открытым небом расположен, пожалуй, самый интересный отель этого региона, который называется Грокодан. Это традиционный отель, опять же, с горячими источниками и с банями, расположенными на этих горячих источниках. Я однажды там был и буквально в неглиже в одной лучше сидел самим Стефано Дольче. Вот так мне повезло. Ну а вообще, что касается этого музея, то это скульптуры, которые расположены в таком ландшафтном парке, очень известных авторов. С нечто подобным мы сталкивались, кстати, и в Австралии, когда были на винодельне, и в Португалии, когда были в саду Будда и Дэн. То есть, в общем, история не уникальная, но для этого место очень симпатичное. Там есть даже отдельный павильон, который посвящен работам Пикассо. Так что место классное, когда нас всех выпустят, можно будет поехать туда и отдохнуть, и напитаться красотой. Принимая во внимание влияние, которое оказывает пандемия COVID-19 на повседневную жизнь, арт-группа Plastic Fantastic создали сферическую маску для защиты всего лица. На дизайн предмета повлияла эстетика научно-фантастических комиксов и творений утопических движений 50-60-х годов XX века. По утверждению Plastic Fantastic, коронавирус очень демократичен. Он распространяется через границы, не имеет предпочтения по признаку пола, социальному, культурному или экономическому статусу. Принимая во внимание, проект iSphere был представлен как открытый и доступный каждому, кто захочет производить, дорабатывать и улучшать, чтобы защищать людей от коронавируса. Дизайнеры просто склеили две прозрачных полусферы и вырезали отверстия для головы. Дополнительные гаджеты могут придать уникальность любой сфере. У нее может быть защита от солнца, зеркальный слой, встроенный микрофон и динамик, и даже дыхательная трубка. iSphere одновременно забавный и серьезный объект, который стимулирует креативный подход к этой исключительной ситуации, в которой мы с вами оказались. Ну вообще арт-группа Plastic Fantastic это дуэт из Берлина, образованный в 1999 году. Довольно известные ребята, они как раз очень любят всякого рода пузыри и делают из них разные инсталляции. В разное время делали много различных интересных вещей. Например, в прошлом году они сделали инсталляцию, которая называлась Blurry Venice, то есть такая размытая Венеция на венецианском биеннале. Мы до этого не дошли, но фотография выглядит довольно неплохо. Это такая кишка, которая была надута внутри павильона и по ней можно было ходить. И вот как бы по идее это размывало границы между водой и сушей, что в общем присуще для Венеции и воздухом, и материальным, и нематериальным. Ну в общем интересная штука. К сожалению, не состоялся проект, который назывался Большая пешка. Он должен был состояться как раз здесь у нас в Санкт-Петербурге на острове Новая Голландия. Эта большая пешка была посвящена нашему великому гроссмейстеру, который отстаивал титул чемпиона в 1914 году. Это Александр Лужин. Оказывается, ему во время вот этого соревнования приснился сон ужасный, где большие шахматные фигуры на него нападали. Ну и вот такую надувную большую пешку ребята из «Пластик Фантастик» хотели установить на Новой Голландии. К сожалению, не установят. Японское бюро «Нэндо» под предводительством «Оки Сато» разработало проект внутренней и внешней трансформации рыболовецкого судна, занимающегося промыслом тунца. Экстерьер и интерьер корабля подверглись реновации с целью снятия стресса у экипажа. Чтобы поймать большеглазого и голубого тунца, команда в тяжелейших условиях проводит в море более месяца. Эмоциональное и физическое напряжение приводит к тому, что текучесть кадров среди более молодых членов команды превышает 50%. Чтобы ввести элемент комфорта, команда дизайнеров использует линейную графику, напоминающую жизнь на берегу. По задумке дизайнеров, прямые линии паттернов должны напоминать членам команды линии домов, окон, дверей, экранов телевизоров и так далее. И таким образом визуально воздействует для создания ощущения жизни на земле. Ну, что здесь сказать. Дизайн действительно везде сущ. И замечательно, что он пробирается даже на корабли. И вот таким сыровым ребятам, которые занимаются добычей вкусной рыбы, тоже повезло. И о них подумали и позаботились. Прежде всего, хочется поблагодарить здесь, конечно, судовладельца, которые об этом думают. Наши корабли пока так не переделывают. А теперь новость из области путешествий. Аэропорт Гонконга устанавливает кабины, которые будут дезинфицировать человека целиком. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сотрудники Международного аэропорта Гонконга будут проходить через специальную закрытую капсулу CleanTech для проведения процедуры дезинфекции в течение 40 секунд. При этом капсула также проверяет температуру тела перед ходом, и дверь в нее откроется только в том случае, если она не повышена. Для уничтожения вирусов и бактерий внутри капсул используется фотокаталис, метод дезинфекции на основе ультрафиолета. Также применяется спрей для дезинфекции одежды и предметов ручной клади. Спрей является дезинфицирующей и очищающей жидкостью BioMR, средством, изготовленным из натуральных растительных экстрактов. В настоящее время эти капсулы используются сотрудниками аэропорта, которые мониторят пассажиров в целях обеспечения общественного здравоохранения и карантина. Кроме того, специальные стерилизационные роботы, оснащенные ультрафиолетовым светом и воздушными стерилизаторами, используются для очистки уборных и других зон с интенсивным трафиком. Ну, вообще, надо сказать, что в Китае меры автоматического контроля состояния здоровья пассажиров применены достаточно давно. Я еще когда летал в Австралию, на пересадке в Гуанчжоу попадал тоже в такой вот специальный контрольный пункт. Когда вы заходите, вас сканируют, проверяют температуру, и только после того, как выясняется, что ваша температура нормальная, открываются специальные ворота, вы проходите дальше для дальнейших каких-то формальностей пограничных и паспортных. И это, безусловно, очень правильно, и, возможно, именно поэтому Китай так легко отделался от этой истории. А европейцы испытывают до сих пор довольно серьезные проблемы, потому что даже в феврале и даже в марте никаких особенных мер в европейских аэропортах по контролю здоровья, ну или уж как минимум температуры тела пассажиров не проводилось. Соответственно, развезли все как могли. Ну, понятно, что в основном все из Италии растащили, но, тем не менее, другие страны не предпринимали ничего абсолютно ровным счетом, никаким образом не контролировали. В отличие, кстати говоря, от наших властей, потому что в аэропортах уже тогда контролировали всех прилетающих и выясняли, кто откуда и какими рейсами. Так что наши молодцы. Самая срочная новость пришла сегодня из Франкфурта. Выставка Light and Building, знаменитая выставка освещения и различных технологий, которая ранее была перенесена на сентябрь, в этом году не состоится. И состоится теперь только аж в 2022 году. Дело в том, что в Германии ограничения все будут сняты только в августе. И это, как говорится, не точно. Поэтому, чтобы не рисковать и вновь не подводить экспонентов и обеспечить высокий уровень безопасности посетителей, Месса Франкфурт решила выставку перенести. Ну, вот теперь уж аж на два года. Так что будем ждать инноваций, точнее, возможности их увидеть вживую еще два года. Ну, мне кажется, все к лучшему. Ну, а мы продолжаем готовиться к нашему новому дизайн-саммиту «Витрина», который впервые пройдет в режиме прямых эфиров. Уже подтвердили свое участие эксперты Ольга Косарева, Сердар Яников, а также молодой и успешный дизайнер общественных офисных пространств Ани Саркисянц, ну и дизайнеры и преподаватели Академии Штиглица Дмитрий Бланк и Сергей Хельмянов. Так что будет интересно. Я оставлю ссылку в описании к этому видео для предварительной регистрации. Следите за новостями и будет очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова